Всем привет, мои дорогие друзья, и в сегодняшнем видео я хочу вас немного вдохновить, немного раскрасить вашу жизнь, и покажу вам 10 вещей, которые наполняют красками лично мою осень. Поехали! Осень — это такое очень дождливое время года, такое пасмурное, чаще всего оно не радует нас солнышком, к сожалению. Хотя эта осень нас одарила целым месяцем, теплым сентябрем, и я думаю, нам грех жаловаться, но сейчас уже такое время, когда нам надо наливать в кружечку теплый чаёчек, как это сделала я, зажигать уютную осеннюю свечку, ставить её рядышком, и чтобы она горела и придавала нам такой же аромат осени. А я достаю свой ежедневник, тоже яркий, потому что мне очень не хватает красок, и ещё у меня очень темно дома, поэтому я стараюсь осенью всё яркое покупать. Постоянно у меня играет музыка, мне кажется, 24 на 7 у меня в телефоне, она постоянно проигрывается, потому что так я себя настраиваю на какой-то рабочий лад, на оптимистичное настроение, и в общем, в принципе, просто настраиваюсь на день, на работу, на жизнь. Поэтому я открываю сейчас свой ежедневник. Начнём топ-10 вещей, которые меня вдохновляют осенью. И первое, это, конечно же, свечи. Свечи, во-первых, я вам показывала, вот такие, тут даже, видите, тут даже листочки есть, очень осенняя свеча. Далее, вот такие свечи у меня есть, тоже они осенние, но только медовая дынь, но она такая сладенькая, приятная. Обожаю их зажигать зимой, осенью, придаёт такой аромат дома, атмосферу, и пусть весь мир подождёт. А особенно, когда ещё деревянные фитили, они очень придают уют вдвойне, потому что они ещё трескаются, как камины, и просто восторг. Также помимо свечей я хочу вам показать диффузоры, я тоже их очень сильно полюбила, и если вы не любите или боитесь, что у вас там что-то горит, как свечка, то это отличная замена свечкам. Вот я купила такой с груши и очарование Востока. Тоже буду сейчас пробовать. Далее то, что меня очень вдохновляет, это мой набор стикеров. Тут их не так много, но я очень люблю оформлять ежедневники. У меня очень-очень много разных стикеров, и на осень я особенно себе заказываю их, потому что люблю это делать. Именно осенью оформлять все ежедневники, делать там планы на неделю, мне очень они помогают. Потому что если бы не было стикеров, я, наверное, никогда бы ежедневник не завела бы вообще в принципе себе. А когда есть то, что оформить, то, что наклеить, как-то красиво это сделать, и ещё планы написать, то это прям тебя очень сильно мотивирует. И третий пункт, чтобы мы далеко не ходили, это как раз ежедневники. Ежедневники, ежедневники, я стараюсь тоже всегда покупать яркие. Вот сейчас покажу вам все свои ежедневники. Вот такой вот у меня красный, яркий, насыщенный, тоже цветочек яркий. И вот такой вот, но он у меня уже заканчивается. Он формата А6. Это меня тоже вдохновляет, вдохновляет на ведение плана, вдохновляет на выполнение каких-то целей, которые я себе поставила, и как приятно ставить галочки, как приятно, когда ты ничего не забываешь. И все умные мысли свои я сюда записываю, то, что по видео, по планам, по дню. И вот сюда я делаю свои планы на месяц, на неделю, вообще на день, что мне надо сделать, чтобы ничего не забыть. Это очень, во-первых, тебя дисциплинирует, а во-вторых, когда ты их заполняешь, и когда ты делаешь пометочки, что ты выполнила это задание, тебя это тоже очень радует. Я говорю, а чтобы выполнение не было таким скучным, заполнение ежедневников, я использую стикеры. Четвертое — это чай, кофе и сладости. То, что всегда нас согревает, что нас всегда поддерживает наш жизненный тонус. Это, конечно же, чай, который я люблю в красивые кружки наливать. Я очень люблю чай, разный чай. Покупаю всевозможные различные вкусы, запахи, ароматы и пакетированные чаи. И тут вот я люблю заваривать, потому что у меня есть красивый чайничек. Вот такие в баночках мне бабушка подарила. И тут и вишневый вальс, и чабрец с мятой. Мне очень нравится с чабрецом аромат чая. Также я полюбила дрип-пакеты — это кофе. Это альтернативный кофе. И сейчас я вам покажу. Я заказала микс, который осенью тоже не может не радовать. Вы посмотрите, они все разноцветные. И каждый день ты выбираешь себе новый аромат. Это очень приятно. И вот в таких расцветках, я вам говорю, осенью я всё люблю яркое. Ну и, кстати, кофе тут довольно-таки хороший. Мне нравится его пить. Также, что меня вдохновляет, это яркая одежда. И я стараюсь покупать на осень всё яркое. Это какую-нибудь зелёную железку, оранжевую кофточку, полосочку, водолазку. Потому что чёрное, там белое, бежевое — это, конечно, всё здорово. Но когда ты как яркое пятно в этой жизни, я думаю, тебе самой на душе радостно. И люди, которые на тебя посмотрят, у них тоже сразу автоматически поднимается настроение. Также это, ну это вообще must-have, наверное, круглый год у меня. Но не могу вам не показать. Это, конечно же, стикеры, закладки для книг. В этом году решила заказать себе вот такие тоненькие, зелёненькие и коричневые. Но и также вот такие вот красивые. Это прям очень-очень осенние, а это не могла пройти мимо. Очень красивые цвета. Это прям очень люблю, особенно осенью. Все книги этими закладками. Просто у меня сейчас даже если... Ну сейчас у меня нет рядышком такой книги, которая у меня вся в закладках. Но обычно у меня такое часто. Конечно же, это книги. Не было бы у меня книжного канала, если бы я не сказала вам про книги. И тут хочу вам показать две. Это, конечно же, осенние очень книги. И это Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уви». И бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. Также про Брит Марии можно почитать осенью. И ещё хотела вам одну книгу почитать. В принципе, осенью меня тянет на что-то уютное или что-то такое завораживающее, да, вроде Кинга. Но больше меня тянет на уют, на что-то семейное, на что-то, как вот сейчас я читаю «Львы Сицилии». Там семейная сага про Италию очень много. Не могу от этой книги оторваться, и мне не хочется, чтобы она заканчивалась. И ещё покажу вам одну книгу. Это «Девочка из волшебного леса». Я её заказывала. Тут небольшие стихотворения, но тут к каждому стихотворению очень атмосферные картинки. Вы посмотрите. Это книга для вдохновения. Тут вообще на каждое время года можно найти, и на лето, и на осень, и просто не в зависимости от времени года. Но я говорю, вот если вам хочется на что-то вдохновиться, то обязательно надо иметь у себя на полушках такую книгу. Также для меня осень — это про уход за собой. И в первую очередь это, конечно же, гели для душа. Вот последний, который я приобрела от Ифраше с запахом кофе. Он пахнет вот чем-то из детства, я до сих пор не могу понять. Но аромат кофе, но очень-очень приятный. Не стандартный кофе, не как вот кофейные скрабы пахнут. Очень вкусно. И очень вкусный был запах у гречихи и овеса, гречиха, или что-то из этой же новой линейки. Тоже невероятно вкусный запах. Обожаю гели для душа. Это прям моя любовь. Я готова их скупать просто все. Также это очень вкусные скрабзы, акт. Обожаю его кокосовый. Уже я не знаю, какая у меня банка. Ну, мне кажется, многие про него знают. Это баттеры для тела, крема для тела. То есть то, что несёт для вас какие-то приятности, милости, какой-то уход. Вот такой себе купила бальзам для губ. Также, может, какие-то масочки. Какими-то масочками вы себя порадуете. В принципе, мне кажется, осень это такое время года, когда надо себя радовать. Потому что Новый год, ну, зимой, да, мы можем порадовать себя на Новый год. Там какие-то подарки, праздники. А осенью такого нет. И мне кажется, что тут очень важно именно радовать себя самим. Также я уже говорила, что для меня осень это время чего-то яркого, такого эксцентричного. И я рекомендую вам попробовать что-то новое в своём макияже. Или нарисовать стрелки, допустим, когда вы никогда такое не делали, да, научиться нарисовать. Или накрасить губы ярко-красным. Или купить яркую палетку теней. И нарисовать, там, я не знаю себе, тени каким-нибудь оранжевым цветом. Что-то такое неординарное, но только надо быть с этим аккуратным. Но что-то то, что принесёт ваш образ, какую-то изюминку. Ну, и последнее, десятое, это, конечно же, наше хобби. Кто-то любит читать, кто-то любит играть на музыкальном инструменте, кто-то любит рисовать по номерам, вышивать, да. Вообще у нас очень много разных хобби. И я советую, что в какой-нибудь уютный осенний вечер можно выделить себе время именно для вашего любимого дела. А мне было бы очень интересно почитать, какое у вас есть хобби, потому что их настолько много. И мне было бы очень интересно узнать, чем увлекаетесь именно вы. А на этом моё видео подходит к концу. Я надеюсь, что какие-то моменты, какие-то вещи вас подтолкнут на свершение чего-то нового, что вам подарят хорошее настроение, что вас вдохнобят на эту осень. А я вас всех очень сильно люблю. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok